Детский сад номер 60 на Первомеланджеве один из самых компактных в городе. Здесь всего 90 воспитанников. Программу капремонта учреждения попадает второй раз за два года. В прошлом году в здании заменили оконные блоки. До этого было холодно. Осенью окна утепляли своими силами. Детей кутали. Произошла замена окон. Ну, заметно потеплело. Мы ходим зимой в тоненьком платьице, в колготочках, и ребенок не мерзнет. В этом году саду снова повезло. Должна решиться еще одна проблема – текущая крыша. В осенний-весенний период, когда идут обильные дожди или таяние снегов происходит, то бывают протечки. В рамках программы капитального ремонта в этом году нам ремонтируют полностью кровлю. Восстанавливают водостойки, делают снегозаграждатели. К ремонту подрядчик приступит, когда учреждение уйдет в коллективный отпуск. Всего в Иванове в этом году должны отремонтировать 11 садов. Контракт выиграла компания ООО «Уютный двор». Для восстановления уже закупают материалы. Строители обещали учесть неудачный опыт предшественников. Мы готовы к этим проблемам и решаем их на начальном этапе. То есть будем вскрывать и закрывать сразу от дождя, чтобы не промочить. Всего в этом году по программе капремонта в области восстановят 76 детских садов. Выбирали учреждения совместно с родителями и представителями общественной палаты. На сегодняшний день по области контрактации у нас 90%. Городские садики мы отторговали все, подрядчики приступили к работам. Более того, скажу, что 5 садов уже отремонтировано в этом году. Это сады в Тейкове, Юже и Ёлнате. За все время действия программы в области должны восстановить 230 садов. В правительстве также ждут, когда на федеральном уровне примут решение о запуске новой программы по ремонту детских учреждений. Она должна стартовать с 2025 года. Марина Зейна, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Редактор субтитров А.Семкин